Царю небесной И спаси Боже Душа наша Евангелия Теана, 12 глава Сегодня у нас 3 марта Как называется Неделя о блудном сыне Начинается у нас Может быть нам как раз сейчас и в руку почитаем Господь обычно Сопоставляет чтение И то что происходит у нас 12 глава, 14-16 стихи Иисус же нашел молодого Так это 17-19 стихи Мы прошли Народ бывший с ним прежде Свидетельствовал, что он вызвал Из гроба Лазаря И воскресил его Из мертвых Потому и встретил его народ Ибо слышал, что он сотворил это чудо Фарисеи же говорили между собой Видите ли, что не успеваете ничего Видите ли, что не успеваете ничего Весь мир идет за ним Весь мир идет за ним Давайте узнаем, о чем здесь Фарисеи, говорящие Видите ли, не успеваете ничего Говорят это не по лукавству Ибо были не из числа наветовавших на спасителя Но представляются Благорасположенными Только Не явно Потому что Не смеют явно противостать Неистовствующим Против Господа Пытаются Утишить их Последствиями дела Говоря Как бы так Какая вам польза От того, что много Много строитиков Над человеком Сим Человек с большой буквы То есть Доброжелательно обращаются Сколько вы не злоумышляете Он все более растет И слава его умножается Ибо мир То есть народ Весь идет за ним Посему не имея никакого успеха Оставьте ваши ковы И не грешите понапрасну Мир идет за ним Народ То есть когда народ поднимается Все дрожит Так же, как когда поднимаются Волны поднимаются Или горы вздымаются Тоже все дрожит Господь посылает Катаклизмы А это социальные катаклизмы Вот сейчас как раз Игнатик на чем этом говорил Вот один из таких Катаклизмов Еще сейчас Пока нас обошел Вот этот Самый человек Который умер И пришло очень много народа Видели его похороны? Вы не интересуетесь Пока еще не доживели Ну доживете До наших лет И начнете интересоваться Скорее всего Ну если с головой Все будет в порядке Потому что Вы проживаете Исторический момент А он вам Ну не подвластен Почему? Плохо знаете историю Сами никому Не рассказываете Об этом не думаете Никогда То есть У вас нету Никакого Логического Аналитического Мышления И естественно Никаких духовных Просьб Господа у вас тоже Нету Пока Но когда Это начнет влиять На вас Когда вы будете Проповедовать Когда вам будут Задавать вопросы То По неволе Вы поменяете Свой образ жизни Если нет То значит Такими останетесь Вас ничего не будет Интересовать Засохните И все Почему Мы идем Благовестовать Братья Вот сейчас На крещение Шли Вы же не пошли Вас же не было Вас приглашали Но вы не пошли Почему Почему ты Брат Идешь Что тебе Тянет Опять Брать Евангелие В руки Идти лицом к лицу С народом Вот разговаривать А ты Лохматый Бородатый Ну Что там говорить Импозантности Мало А ты Идешь Встречаешься С людьми А ведь И всякие Укоры получаешь А? Боже Повеление Идите Благовествуйте Понятно Повеление Коротко Ясно Брат Страх Божий Тебя посетил В каком году Это было Тебя страх Божий К этому гонит Сейчас Или уже Расположение К словам Божьим Уже Как ты себя Мыслишь Рабом Слугой Или сыном Господнем Что Ты думаешь На этот повод Сыном Сыном Не меньше Немного Немало Понятно И Как люди Откликаются На слово Божие Да по разному По разному Тебя больше устраивает Как они откликаются Нет конечно Душа Оскорбит А Вот Ты Все Говоришь им Что бы хотел сказать Или Не все Вот что бы хотел Этим людям сказать Ты все Говоришь Или Не все Иногда Господь Закрывает Устал Просто Не 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 Дает Чеш Ты Ерничаешь Что ли Так ты Над апостолом Павлом По Ерничай Он Не ходил В многие Места Господь Закрывал Ход туда И он Не шел Видно Что Человек Не Не Как Если Тебя Не Слушать Человек К этому Говорю Я к Молодежи Я к тому Что Когда Благовестуешь Не Всегда Открывается Уста Сказать Все Что Ты Хочешь Но Ты Дал Евангелие Я Это От Игнатих Ночью Первый раз Услышал Я бы Сам Не Дошел До Невероятного Откровения Ты Даешь Целое Евангелие Человеку И Теперь Перед Ним Просто Открывается Одно Взять И Прочитать Но Вера Отслышания Слышание От Слова Божьего Написано Слышание Вот Ухо Ну Понимаешь Что Медик Слышать Должен Человек Поэтому Нужно Что То Еще Перед Этим Дать Не Просто Подал И Все А Сказать Вот Я Говорил О том Что Это Слово Иисуса Христа Бога Нашего С кем С кем Он Сейчас Стридится Я говорю Здесь Все Написано О Вашей Жизни О Моей Жизни О Жизни Каждого Человека Здесь Все Написано Вы Все Это Узнаете Здесь И Вас Ждет Только Два Путей Или Вы Идете За Господом В Царство Небесное Или Попадете В ад Если Просто Не будете Верующим Господа Иисуса Христа Он Спасает Только Верующих Поэтому Трудитесь Над этим Словом Если Дальше Останавливаться Поговорить То можно Еще Поговорить Господь Вот это Толпа Людей То есть Толпа Это Не всегда Пример Того Что Или Показывают Показывают Что так Нужно Действовать Царем Хотели Сделать Господа Иисуса Христа Шестая Глава Евангелия Таана Мы проходили 15 стих Он Не захотел Быть Царем Значит Неправильно Они собрались Делать Его Царем Неправильно То есть Есть Когда Правильно Выходят А есть Когда Неправильно И вот Они выходят Эти люди Сейчас Вот Вышли Они И Вот Эти Говорят Которые Доброжелательные Фарисеи Говорят Между Собой Глядите Все Давайте Ничего Больше Делать Не будем Пускай Народ Сам Выберет Его И Все Понятно Будет Нам То есть Доброжелательные Сколько Их было Ну Были И фарисеи Из них Тоже Кстати Мы говорим Про фарисея Которого Рисует Вот так Вот Иконы Прям Вот Так Нос Так Глаза У него Большой Такой Стоит Еще Уничижительно Показывает Пальцем Что-то Там На Этого Мытаря Бедного Замучили Фарисеи Совсем Сбились С ног А фарисеи Вот Они Доброжелательные Ко Христу Поэтому Надо Знать Этим Мелочи Нюансы Чтобы Самим Над этим Фарисеем Не стоять То есть Фарисей Толстый С таким Носом А мы Значит Какие Стоим Еще Толще И Вообще Вот На весь Нос Получается Над всеми И мытаря Всегда Показывают Мне Нравится Мытаря Мытарь Мытарь Такой Там Замухрышкой Где-то Там Что-то Там Такой На коленках Ребята Но мытарь Одевался Потому что Мытарь Это был Главный Богач Это как Сейчас Застройщики Знаете Кто такие Застройщики Сегодня Вам известно Он целыми Районами Руководит Человек Все к нему Богатства Стекаются Я пришел Этот застройщик Оказывается Выкупил Мою Газовую Линию Почему Потому что Ему надо было Газ привезти Не успевает Никто Он выкупает Все Газовые Линии А потом Люди К нему Идут Кому Нужно У кого нету Газа Он то Купил Уже Газовую Линию И он Мне Спокойно Говорит Так С тебя 40 тысяч Я такой Где Пошел Занимать Ну А разве В контексте Ситуации Он неверно Изображен В плане Если он Пришел Покаяться То При покаянии Евреи Одевались В рубище Посыпали Балово Пеплом Визуально Показать Где Там написано Что он был В пепле Совсем Что ли Додумали Не надо Только Додумывать Ничем Не надо Додумать Было Даже Так Я вам Скажу Как Было Все Я был Я был Там Сам По книге Исход Илевит Я вам Рассказываю Как это Все Происходит У них Вот Я согрешил Вот У меня Грех Ну Допустим Не будем Прелюбодяне Никакие Брать Поменьше Что-нибудь Обманул Брата Обманул Когда считали Что-то Барашков Пересчитали Чуть Побольше Сделал Ну И обманул И вот Этот грех На мне Я понимаю Что я Обманул Брата Что я Должен Сделать Я должен Должен Сознаться В воровстве И ему Возвестить Ну Я там Допустим На 10 Барашков Я его Нагрел Вот За 40 Барашков Я ему Должен отдать Ну Как это Происходит Да Это так Сначала Происходит Ты Берешь Теленка Потому что Это грех Уже Такой Довольно Ну Или Или Ягненка Не меньше Приносишь Его к вратам Храма Там Стоят Священники И ты Подходишь И говоришь Согрешил Брата Обманул Так Понятно Ладно Давай Режь ему Горло Ты Режешь Горло Этой Жертой Ее Кровь Выливается В сосуды Специальные И Это Жертва За грех Ты Принес Теперь Ее Эту Жертву Относят За пределы Храма В храме Она не сжигается Левиты Там Участвуют Священник Все Тебя Засвидетельствовал Все Возложил Руки Разрезают Все это Выворачивают И отдельно Все сожигают Мясо Отдельно Отдельно Шкуры Кишки И так далее Как это происходит Я вам рассказываю Вы только смотрите Вот стоит фарисей И там мытарь на коленках А перед этим Они принесли жертвы Один и другой И мытарь Стоит Он как раз Этот вор Он своровал Он понял это Осознал И он принес жертву Уже пред Богом А Вот тут главное А веры то в Бога Нету Христа то еще Нету И у него Покаяния Искреннего Нету И у него Вера возникает Через покаяние Он Больше Никто не может Его спасти Он жертву Принес уже Все Господь Возложением руки Священника На эту жертву Благословил его Все Жертва принята Грех твой Уничтожен Сейчас На данный момент Все Ты можешь идти А он не может идти Понятно Он может идти А он не может идти А фарисей почему стоит Фарисей там живет В этом храме Он священник фарисей Скорее всего Понятно И поэтому Он там при храме При Боге самом В запазу Или в кармане Как хотите А этот мытарь Не знает куда еще пойти И он приходит И у него покаяние Выходит Совесть-то открылась А барашка не хватило Ягненка не хватило Сам зарезал Сам все рассказал Что дальше делать И он обращается К Господу А Господь что Этого и хотел от них Что мы не обращались К Господу И это говорит Иисус Христос Когда Когда он принес Слово свое Новый Завет Вот чем дело А могло Это чем-то закончиться В Ветхом Завете Вот так кто-то пришел Покаялся И так далее Скорее всего И не было этого Потому что Этот мытарь Услышал проповедь От Иисуса Христа Про вечную жизнь И что нужно Истинную веру Приобрести Понятно Как сложно все А то что Фарисей Вот такой Так они Ну Для того такими и были Вспомните Как Господь Про них говорил Ходят Воскрылья Колокольчики Позвонки Нитки Трубят Перед ними Глашатые Идет фарисей Идет святой Таблички Слова Божьего На лбу На правой руке Прилеплены Все это они Для чего Недостаток веры Они хотели Восполнить Вот этой атрибутикой А ничего не получается Нельзя восполнить это И поэтому показывают Что какой бы Ты там не был Старался быть праведным Через Внешнее Ты это не можешь достигнуть И мытарь не может достигнуть И этот фарисей Но мытарь У него чисто От этих вот Воображаемых Дворцов Над которыми Он стоит У него чистота И он поэтому Господь открыл ему совесть Господь открыл Дал веру Через слава Господа самого Вот чем дело И поэтому они говорят Народ идет за ним То есть люди слушают Сначала Ааа Ну мы то знаем Чем дело закончится Вот чем дело И Господь знает Чем дело закончится Это называется Как у нас праздник Когда все происходит Ну я только что прочитал Вот это Евангелие От Иоанна 12 глава 17-19 Ход Господень В Иерусалим Это было в какой день День недели Да День недели Там написано Понедельник Это был Понедельник Да То есть он в понедельник Пришел А в пятницу Его уже распяли Вот сколько Нужно было время Чтобы народ Переменил свое Такое Высшее Духовное мнение В кавычках Конечно Почему Так вот Глядите Почему Народ это говорил Потому что Хотел видеть чудо От него И он знал Что он воскресил Лазаря из гроба И поэтому народ За ним шел Вот и все Понимаете Вот И накормил Ну это все К этому было Не дай бог Нам с вами Попасть Вот В тиски Или В капкан Вот этого Обмерщения Верой Не приведи Господи Это так Нужно за собой Смотреть Вот не охота Вам на занятия Оставаться А нужно все равно Заниматься Потому что Господь Только через Общение с ним Откроет А мы же видите Тут толкование Святых Отцов Применяем Толкование И Господь нам Что-то открывает И мы Становимся На правильный путь Опять И надо только По окровавленным Стопам Господа Иисуса Христа Я вот задал вопрос Батюшке О патриархе Это такие вопросы Игнатий Говорит Мы тут Никогда не разберемся То есть в политике Мы никогда не разберемся Но в канонах Мы можем разобраться Каноны Можем вытащить На свет Божий Каноны Законы Божьи Можем же Да И посмотреть Как к этому Нужно относиться Наша С вами сейчас Ну Слепота Будем так говорить Заключается в том Что весь народ Идет Как бы за Христом Сейчас Вот все Идут туда Все эти плетут Вот эти вот Делают восковые свечи Для солдат Конечно Для кого еще Все Все А почему Мы об этом не разговаривали Когда не было ничего этого Нельзя было об этом говорить Да мы говорили об этом с вами Говорили Только когда начинается Ход народа Когда двинулась Масса леда Гора сдвинулась Когда А гора Что это такое В толковании Не веря людей Неверие людей Гордость Ну Через неверие Совершенно верно Об этом говорит Иоанн Христики Холмы понизятся Пути выпрямятся Вот эта вот Гора Она двинулась Сейчас Вот вся масса России Вся двинулась Куда двинулась И когда она движется Сейчас вот я вам говорю У меня волосы поднимаются Потому что я это все представляю Я историю хорошо знаю Чем это закончится И поэтому Или ты На силу Божью Надеешься Встаешь прямо И стоишь Перед этой горой Или ты По Этому течению Вместе со всеми На этой горе Проскользнешь Ну куда она скользит Эта гора Вы Подумайте Куда Куда они все движутся С защитой Отечества Хорошо Вы Ловите себя на мысли Что нравится Что наши ракеты Далеко летят Много убивают И что это Это что Куда мы все идем Куда летит Эта Ракета мысли Нашей Нет никаких ракет Нету Это разженные Стрелы лукавого Все кто Занимается Убийством Они хотят Это делать Отстаньте От церкви Они никогда не отстанут Почему Сатана Он нашел Новую лазейку Как убить Это новая Старая лазейка Она всегда Просто мы с этим С вами не сталкивались И теперь мы столкнулись И мы должны быть против этого И мы должны об этом Ну сказать Когда-то Где-то Кому-то И что Будут по головке Гладить Да уже садить Уже садят За это Садят В тюрьму За то что Ты вот против И так далее Но мы не просто Против там Или еще что-нибудь Против там Детскость какая-то Этого не должно быть Церковь должна быть Вообще отдельно А там кто воюет Ну понятно Они воюют Вот он Показывают Приехал Священник Во всех Военных передачах Сейчас их много И крестит Молодого парнишку У него вот такие Глазенки У этого парнишки Сколько Священник Сколько у него Уже штурмов Говорят Да 20 или 18 Он его спрашивает Сколько штурмов Он стоит На священника Смотрит Ему там лет 24 наверное И он как зайчик На него вот так То есть У этих священников Такой авторитет Мужики Которые ходят На эти Пулеметы И гранатометы С грудью Открытой Они перед священником Как вот Как зайчики И этот парнишка Ну у меня До 18 18 штурмов Вот этих Опорных У парня И Я раньше Я приехал Я такой Безгложник Был Все А теперь У меня Вот Вот И показывает Уже И крестик У него И ангел Хранитель Вот У меня Амулетик Амулетик У меня Вот крестик У меня Все уже Я уже Все верующий Он говорит Священник Ну тогда Что с тобой Разговаривать Не надо Я тебя крещу Берет стакан Вот так Рядом стоит Стакан Руку туда Опускает Вот так Что там Подхватил И на голову Ему Я тебя крестил Все И такое Во имя Отца И Сына И Святого Духа Все Ты заслужил Это Парень Ой Я Ну Разов три Меньше Медалях Весь Все что Надо Думаю Господи Помилуй Как это Все Вы хотите Прилепиться К этим Как бы Священнослужителям Что ли Или Кто это Все И так Ничего не крестят А тут Вообще Ну Ты заслужил Потому что Ты ходил Убивал Врагов Убивал Врагов Господи Помилуй Куда мы С вами попали Держитесь Братья Ну Кто понимает Меня Кто не Понимает Хранил Господь От этого Двинулся народ И они Доброжелательно Говорят о Христе Ну Поздно Народ Двинулся Не туда Они За чудом Двинулись А эти Фарисеи Доброжелательно Еще говорят Представьте А почему Они говорят Доброжелательно Тоже Можно понять В Иерусалиме Все происходит Куда Этот народ Дернется Куда Куда Христос Он потом Куда-то Делся Его нет Увидели Его Только Когда он Бичами Из храма Выгнал Наконец-то Сказал Кто они Есть Вертеп Разбойников Это Среда Была И вечером В среду Уже Сатана Ну да Сатана Входит Уже В Иуду И он Идет И рассказывает Где Христос А в четверг Он его Придает Чистый четверг Вот Вот Мы сейчас Об этом Об понедельнике Пока говорим Что он Сел на ослицу Показал этим Что ослица Это народ Еврейский Давно Который Трудится Работает Уже Много Прошел Но Этот еврейский Народ Он сам Не понимая Того Отпочковал Маленького Осленка Это языческий Народ Как понять Отпочковал Постоянно Смотрели На иудейский Народ И весь мир Это если не знаете историю Вы ничего не понимаете И весь мир На евреев Смотрел Вот такими глазами Вот такими Смотрел Глазами Евреи Это была Самая Непонятная Нация Евреи Были везде Всюду Разными Полководцами Советниками Полководцев Советниками Царей И так далее И тому подобное Все это Это началось А? Да Это началось С Александра Македонского Когда он помер Александр Македон Ну даже До того как помер Они вышли Навстречу Из Иерусалима Священники С первосвященник И И И показали ему Место Где написано Что Овин Поведит козла А в этот момент Как вы знаете Сейчас Демократы И республиканцы У демократов Какой символ? У республиканцев Какой символ? В Америке Демократы И республиканцы У одних символ Осел А у других Слон Символ Вот точно так же В те времена Были символы Александр Македонский У него Был Шлем этот И два вот таких Больших рога Здесь Барани И его Так и называли Что С баранними рогами Александр Вот А этот Дарий У него У него был символ Рога вот так вот Торчали Да Ну как у козла Вот так И они ему вышли И говорят Видишь Данил предсказал Что Овин Победит козла И он сразу Благоволением Проникся Конечно К иудеям Такое сказать И поэтому Он сразу Освободил их От налогов Иерусалим Сделал городом Столичным Все Никто не мог Прикоснуться Все Евреи Опять Опять Получили Власть Опять они Начали Подняли голову И С этого времени Началось Распространение Евреев По всему По всему Свету И мы уже Видим Птоломей Второй Это 280 Год До Рождества Христова Один Из Сатрапов Разделенной Империи Египта В Египте Правила Империи Когда-то Александра И он На Греческий Язык Переводит Для своей Библиотеки Все книги Какие есть Еврейские Ветхого Завета Все Какие есть 72 толковника Приезжают И дальше Великое чудо Один человек Который неправильно Начал Что-то Затирать Сам Еврей На этом подъеме На волне Ничего себе Нас как тут принимают Они работали с утра И до трех часов С утра И до трех часов А потом Только отдых Отдых Там Всякие Ублажения И так далее Они Расслабились немного И он тоже Видать тут Эйфорию И дошел Книга Исаия Седьмая глава 14 стихи И он Девого чревия И вот у него Пророк Исаия Икона И он свиток Все время держит И там это и написано Все девого чревия Приимет И родит сына Девого чревия Приимет И он это увидел Дева Ой я какой умный Начал тереть И вдруг И сколько ему лет было Так приблизительно 280 год Сколько лет ему было Ну молодого пацана Не пошлют наверное Ну пускай лет 50 Там было 60 Ну Будем так говорить Уже такой Маститый естественно Человек И вдруг Ангел является И говорит Наказан ты Пока Не увидишь Этого самого Младенца Будешь жить Вот это наказание А сейчас то все О дайте пожить Дайте пожить А он то был верующий Иудей Вот в чем дело Он верующий был человек Но Гордость Ну вот как мы видим У фарисея Проникла И теперь для того Чтобы Снять Эту Ошибку свою Греховность Нужно Жить И сколько он живет Давайте посчитаем 280 До Рождества Христова Еще 60 лет 340 А Традиции наши Говорят Православные 360 Прям написано 360 То есть ему было 80 лет Когда все это случилось Но Точно еще не знает В 280 Это году Или в 270 Хотя написано Сразу Как он встал на престол А он на престол Встал в 280 Году Или в 82 То есть там Вот это все Исторически Но это нас Не волнует Главное что Один из Этих Разделивших Империю Александра Македонского Императоров Египет У него был Там и другие Там земли Северная Африка До Карфагена Ну большие территории Что там говорить Так он Они же общались Между собой Все Почему он Самую большую Библиотеку делает Говорят Самая большая Библиотека У него А Читаем дальше Там еще Был такой Селевкид Или Кассандр Он в Македонии Правила Немножко там Малая Азия У него была Это следующий царь У него в Пергаме Город Пергам Тоже библиотека И она Соперничает С Александрийской И все уже В те времена И конечно И там тоже Хотят получить Книгу евреев И о чем Думает В 63 году Гней Помпей Великий полководец Консул Ну консул Как президент Римской республики Когда вступает В Иерусалим Захватывает храм И первым делом Убивает всех священников Там все И он по трупам Идет В это Святая святых Все сохранили Ничто не должно Там порушено быть Заходит Святая святых Отодвигает этот полог Никто не может Зайти Он туда зашел Потом вышел Оттуда с этим мечом И стал И такой И своим Подданным Говорит Ух и странный Все таки Этот народ Иудеи Там ничего нет Что их тянуло Этих людей Что тянуло Узнать Бога евреев Единственный народ Вот На всей земле У которого Никто не знает Как выглядит Бог Никто Вы понимаете Вы войдите В те времена Это же Это что за народ Они какие подлецы Они Все вместе сговорились Нас Третировать что ли Этим Или что Ну скажите Как он выглядит Ну рога у него Вот так Или вот так Уши там Где Ну какой Рыбы у него Ну кто он Он там У нас Святая святых И туда Первосвященник Заходит Но он тоже Ничего сильно Не видит Покропил Покропил И вышел Господь Господь Соблаговолит Обитать В Англии В Англии Что это за бог Такой странный Наоборот Надо чтобы Пас Очи света Там другим Бога Вилу И так далее Молохом Так что О евреях Знали уже Всюду Всюду Знали В те времена О еврейском Народе И что у них Странный Бог И они Чтут его И исполняют Какие то Традиции А какие Традиции Ну это то же Самое Что сейчас Про белых Клобучков Говорят У нас Это 15 Век У нас Там В московском Царстве Началось Только Московское Государство Какой То Еврей С Хария Ну Захария Приехал И начал Что то Рассказывать Нашим Православным Из Библии И читать Им Из Ветхого Завета Ну то есть Полностью Библию Написано Начал Читать И они Что то Понимали Там И они Понимали И начали Собираться Это ужас Какой И просто Что они Собирались И читали С переводом На понятный Язык Слово Божие Всех Собрали Сколько Там было 20 человек Или Поменьше И всех Сожгли На костре Белые Кловучки Называются Да Почему Да это страшно Ну а берем Герасима Павского Пока Александр Александр Был Еще там Библейское Общество Он переводил Был Известным Богословом В семинарии Был В духовной Причем Санкт-Петербургской Все у него Священник Там 26 Приходит Николай Посвятил Всю Свою Душу Это Самое Любимое Мое Было Что я Делал И А теперь Мне Открыли А у Меня Нету Сил Заняться Этим Высосали Полностью Вот Тебе Фарисеи Доброжелательные Это Они Сейчас Говорят Доброжелательные Давайте Посмотрим И так Далее Ну А Как Посмотрим Да Ничего Нету Потому Что Народ Идет За ним Кричат И осана Там Дети И так Далее Это чудо Показал Господь Но Народ То Не Двинулся Сердцем Не Расположился Верой В Иисуса Христа Как В Бога А По другому Никак Вон По 1500 Страниц Книги И уже Лежат Сколько Кто Это Кто Кто Смотри Нам У тебя К ногтю Кто Такая Там Кто Им Это Не Надо Понимаете Они Боятся А вдруг Туда Колыхнется Народ Или сюда И побьет Нас Убьют Просто И все Вы Понимаете И поэтому То Что Никто Не колышется У нас Игнать Иванович Тут С нами Сидит Сказал Тут Для 16 Человек Слово Для 15 Он Сам 16 Ну И Слава Богу Живой Зато А так Как Колыхнется Народ Как Пойдет Это Гора Как Пойдет Это Волна Это Тоже Кстати Море Это Тоже Народные Стихии И Все И Ничего Не Останется И Вот Сейчас Идет Народные Стихии Братья Аккуратно Очень Аккуратно Нужно Говорить Только Одно Церковь Она Святая И Непорочна Церковь Чистая И Непорочна В этом Все Господь Сказал Любите Врагов Ваших Все Там Кто-то Будет Задавать Провокационные Вопросы Знайте Те Кто Убивают Они Не Друзья Божии Те Кто Подстрекает На Убийство Они Не Могут Быть Друзьями Отделяйте Чистого От Нечистого Сейчас Если Идут Какие Информации Не Радуйтесь Тому Что Где-то Триста Боевиков Убитых Не Надо Радоваться Этому Не Радуйтесь Скорбите Убитых Со Всех Сторон Сказал Столько Убитых Тут Сказали Столько Убитых Там Еще Сколько Убитых Мы Знаем Кто Это Сделал Мы Знаем Что Сатана Он Вообще Всех Посмеяться И Он Начинает Шепнул Где-то Кому-то В окопе Человек Испугался Сильно В окопе Неверующих Нету И Все В окопе Неверующих Нету В окопе Нету Неверующих В кого Неверующих Чего Как Вы Согнать Их На чем Были На приеме Перед Рождеством Христовым Нет Или Воскресенье Нет Рождеством И Еврейский Встает Еврейский Равина В такой Шляпе И Тоже Разные Конфессии Старобряцы И Он Тоже Встает И Такой С Рождеством И Все Больше Ничего Не Сказал И Говорит Ну Вы Там Сидят С Каким Рождеством Он Сказал Нет Он Блуховатый Нет Не Сказал Он Такой Улыбнулся Понятно Ясно Значит Ох Лукавый Но Вы Не Мог Ты Сказать Извините У нас Рождества Никакого Нет У нас Нету Такого Праздника Нет Не Сказал Лукавство Запустил Разве Мы Можем Запускать Лукавство Вот Этот Вопрос Я Сегодня Батюшки Зазал Я Просто Мысли Хотел Сказать Насчет Семена Богослова Что Кто Не Верит Словам Божьим Он Все Таки Увидит Что Слова Божьи Будут При Нем Прям Звываться Так Ну Вот Братья Мы Закончили Кто Еще Хочет Сказать Спаси Христос Я Хочу Сказать И Сколько Мы По Воскресеньям Ходили Я Даже С Маленькой Полиной Никогда Не Пропускала Сейчас Болеть Начали Уже Стали Ходить Мало Я Поняла Когда Я Вышла На Этими Сектантами На Больня Я Поняла Что Я Знаю Очень Мало Я Чем Больше Учусь Я Понимаю Я Очень Мало Знаю Как Они Знают Много Они Знают Свое Свое Ну Я Не Знаю На Чем Они Печатают С Такой Скоростью Появляются Сообщения Рулоны Целые Они Строчат И Строчат И Строчат Из них Льется Из ведра Сколько Нужно Нам Знать Сколько Надо Заниматься Я Хотела По Детским Занятиям Хорошие Час Одиннадцать На Полчаса Колька Сдулась Я Больше Не Могу Мне Плохо Лучше Разбивать Может Почаще Но Поменьше Брать Минут Сорок Это Потолок Вообще Не Каждый Взрослый Не Может Выдержать Потому Что Ну Ты Пока Дальше Смотри Еще Дерзайте Подготавливайтесь Что Сделаешь Не Каждому Дано Видишь Там Дети Слушают Слава Богу Надо Ограничить На Урок Все Так И Лучше Будет У Них Понимаешь Потому Что Когда Слушай Последний Ты Лена И Уроки Идут По 35 Минут Идет Урок И Уроков Идет 5-6 Штук Детей В Один День И Учатся Они С Понедельника По По Субботу Я Точно Такой Же Как Ты Был Я Думаю Ну Наверное Дети Буду Их Там Такими Ну Там Побосеночками Там Какими Нибудь Они Такие Вопросы Задают Там Первый Вопрос Не Задали А Почему Наш Автопром Хуже Чем Там Немецкие Мерседесы Я Думаю Да Я Щенок По сравнению С ними И Надо Отвечать Задали Вопрос Дети 13 лет Парнишки Все Он Хочет Я С Ними Разговариваю О Том Кем Они Хотят Быть То Думают Об Этому Или Нет Уже Пора Думать И Так Далее Он Хочет Закон У нас Потеть Надо За компьютером Это Так Надо Печатать Что Спотеть Поэтому Ты Там Поработай Где-то Лопатой А Потом Приди И Чуть Чуть Попечатай Ну Чуть Чуть Может Побольше Каких Дотекнуть Ну Да Поэтому Надо Готовиться Рассказывать Им Что-то Так Что Они Тебе Еще Фору Дадут Там Так И Ребята Елисей Женя Изотова Елисей Вот так Сидит И Это Чиркина Анастасия Девчонка Ох И Видно Что Такая Вдумчивая Белорусская Вчера Прочитал Он На Белорусском Языке И Там Это Боже Ласка Это Как Дзюкаем Как Дзюкаем Да Дзюкаем Ну Это Благодарим Господа Значит Благодарим А Ласка Это Значит Милый Красивый Такие слова И Божий У них Тоже Ну Почти Все Понятно Почти Но Такой Интересный Язык Там Ще Много Она Не Может Выговорить Маленькое Еще Ще А я Не Могу У меня Зубов Нет Уже Выговорить Ще Очень Много Я Сам Белорус Но Меня Господь Убрал Оттуда Кто Знал Зубов Не Будет Не Смож Раз Говорить Хорошо Что Есть Русский Язык Богатый Сколько Людей Объединяет Говорят 380 Или 390 Около 400 Миллионов Объединяет Русский Язык Все Таки Из 8 Миллиардов 400 Миллионов На Каком То Не Помню На Пятом Месте Или На Четвертом Русский Язык Охватывает Людей По Распространению Так Что Это Хорошо Что Есть Русский Ну И Свои Языки Тоже Причем Прославление На них Бога Так Что Ты еще Посмотри Там Для них Час Это Как Дробина Так Что Если Они Потели Сильно Уже Бедные То Наверное За 30 Занятий Уже Сказали Не надо Они Бывают Еще Вопросы Задают По Полтора Часа Бывают Я уже Говорю Ребята Устали Все Достойно Есть Некова Истину Уложите Тя Богородицу Присноблаженную И Принепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И Славнейшую Без сравнения Серафим Безыскнение Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тя Величаю Достойно Помолись Господи Благодарим Тебя За это Занятие Что собрал В это время В этом месте Дай Слушанное Нам Запомнить И Рассказать Другим Людям Пошли Нам Этих Людей Господи Жаждущих Слышать Слово Твое Тебе Слава Посылаем Отцу И Сыне Святому Духу И Пресная Аминь Есть такое Там Тоже Игнатик Начал К Крестному Православию И там Что Воздвиг Против Течения Помните Такое Духтворение Найдите Почитайте Его Вот Евангелие Возьми Где-то Есть Конечно Только Они В ящиках А где Ящики Все Убирали Так Лапа С Богом С Богом